Дело в том, что почему я рассказываю про рынок IT? Ну, не знаю, кто меня знает, кто меня не знает, это знают меня, наверное, очень многие. Я 20 лет являюсь ведущим хэдхантером с точки зрения IT и диджитал. Это не про слова. Я когда-то долго работала в Мейлеру Группу, вводила... Я не была HR-директором, я была главным хантером. Компания Мейлеру Групп вводила Мейлеру с точки зрения человеческого ресурса на IPO. После этого ушла, сделала свою компанию. И, собственно, к нам приходят за IT-специалистами, и не только за IT-специалистами, IT-диджитал-специалистами, ну, наверное, все российские, не только российские компании. До пандемии приходил и, собственно, и Facebook, и Google, и масса других компаний, и Microsoft. И, собственно, наверное, о рынке IT-специалистов я знаю, ну, наверное, голословно сказать все. Я знаю довольно многое, и о российском, и о нероссийском. Мы сейчас с вами сконцентрируемся на российском рынке. Почему знаю больше, чем многие? Дело в том, что все эти годы, кроме того, что я просто занимаюсь рекрутингом, и моя компания занимается рекрутингом, у нас есть еще... Всегда мы делаем IT-продукты, IT-черпродукты. У нас есть на данный момент, ну, прежде всего, есть Telegram-канал, вакансия Аталины Владимировской, которая сейчас считает 104 тысячи человек. Это как раз именно белые воротнички в области Digital IT и вообще, ну, белые воротнички. Второе, и туда присылают очень большое количество вакансий, потому что этот канал считается, ну, сам престижным с точки зрения размещения вакансий в этой индустрии. Мы мало что размещаем, мы размещаем 6 лучших вакансий дня, но попасть туда, это всегда получить очень релевантный охват, и это всегда бесплатно. Вторая история у нас есть в Фэгансе, это ресурс, по которому каждому человеку еженедельно, опять же, бесплатно присылается рассылка вакансий персонифицированных под вас, то есть вы, соответственно, видите те вакансии, которые, даже если вы сейчас не ищете работу, но которые могут быть вам интересны в области перехода в ближайший год, туда тоже очень большой конкурс из крутых вакансий работодателей. Почему я это говорю? У нас неопитник пиару. Я говорю это к тому, что мы очень хорошо понимаем ландшафт, как обычно ни один кодкантер не понимает в силу того, что он работает, ну, с ограниченным полом клиентов. Мы очень хорошо понимаем ландшафт IT-индустрии на текущий момент, и мы довольно хорошо понимаем ландшафт IT-индустрии на ближайший год-полтора, ровно потому, что компании делятся с нами вакансиями, делятся планом по вакансиям, делятся планом по IT-развитию, Поэтому эту штуку мы понимаем хорошо. И, собственно, я сейчас вам расскажу, я сосредоточусь на рынке России, я расскажу о том, что у нас будет в ближайшее время с IT-специалистами. И, собственно, вам, как людям нанимающим, а понятно, что любой человек нанимающий одновременно является и соискателем, практически все находятся, мы все находимся в пассивном поиске работы. Я надеюсь, это будет интересно из двух сторон. Со стороны, прежде всего, как и кого и чего нанимать. И второе, соответственно, ну, а кому я сейчас интересен и кому я буду интересен в ближайшем году. Значит, начну с того, что, начну с очень печальной новости, которая вас, как нанимателей, ждет. Рынок IT, ну, понятно, что он дико перегрет, но ближайший год по всем прогнозам, по всем заявкам, которые мы видим, он не просто перегрет, он будет, то есть зарплаты соискателей, прежде всего программистов, я сейчас расскажу подробнее, каких, чего, почему, они будут расти, вырастут в ближайший год еще где-то на 30-50%. И это, конечно, беда-бед, потому что, если ты, условно, не Яндекс, не Сбер, не ВТБ, еще там, ну, не пара-тройка компаний, то, в общем, уже содержать какой-то вменяемый качественный штат программистов тебе становится очень сложно. Вторая, просто, ну, настолько затратно, что это уходит, ну, то есть это делает отрицательную маржинальность. Вторая вещь, о которой нужно говорить, что все компании перестроились на удаленку, и вот эти раньше гребные места для маленьких компаний, когда мы помогали расти маленьким компаниям за счет того, что, ну, условно, там, большая компания требует обязательно человека в штат, в офис, то маленькая компания может, соответственно, делать, это брать, там, какие-то более, там, в ослабленном режиме, ну, типа, взять удаленно, взять, там, на неполный рабочий день, к сожалению. А в этом смысле пандемия научила и большие компании работать удаленно, и поэтому вот эти гребные места из регионов перестали работать тоже, потому что оттуда тоже сейчас массово выгребают всех более-менее вменяемых программистов и будут продолжать выгребать. Третья сложность, с которой мы с вами сталкиваемся и столкнемся, это с тем, что при соотношении курса доллара и рубля, такие традиционные территории, как Беларусь и Украина, откуда, собственно, людей можно было нанимать на работу в России, и эти программисты все менее привлекательны считают работу с российскими работодателями, все больше ориентированы на Европу, и, собственно, поэтому этот канал, ну, не то чтобы иссяк, но, в общем, иссякает тоже. Поэтому ситуация довольно тяжелая, причем, когда я говорю, я прежде всего, конечно, говорю о программистах, но речь идет не только о программистах, речь здесь идет прежде всего, ну, кроме программистов, это о любых диджитал-маркетологах, именно диджитал-маркетологах, не вообще-маркетологах. Это все, что связано с кибербезопасностью, это прямо сейчас дефицит-дефицит. Это все, что связано с датой и аналитикой именно с точки зрения BI. Это все, что связано с системной архитектурой. Вот это то, что востребовано очень. Менее, то есть, что значит менее востребовано? Тоже дико дефицитно, но там не такой большой все-таки конкурс, там можно что-то поискать. Это проекты и продукты. Вот, это, собственно, все, что лежит в области дизайна, юзабилити, тестирования. Там поспокойнее, но тоже все перегрето. Там, условно, зарплата выросла не на 30-50%, а на 10-15%. И, собственно, на программистов в среднем, внимание, я сейчас дам некоторую цифру, которая, я думаю, что вас ужаснет. Если программист с опытом работы от трех лет в большом, хорошем, хайлодном проекте по какой-то причине вывешивает свое резюме на хатфантер, что они чаще всего не делают, внимание, в первый час ему приходит до 100 приглашений от работодателей. Никогда не меньше 30, даже зависит от того, в какое время выложу, как быстро замечу. Но, собственно, вот не меньше 30, за час. И поэтому вот вы должны понимать, собственно, с чем мы сейчас столкнулись. Следующая история, когда меня спрашивают о том, собственно, ну вот ты говоришь, такой дефицит программистов, а между тем мы, вот я программист, я не могу найти работу. А кто не может найти работу? Я перехожу к одной из основных болей, которые мы имеем. Дело в том, что в последнее время, вот здесь с этой стороны начну, почему я уважаю очень и люблю читать там какие-то там семинары, лекции в специалисте? Да, по одной простой причине, потому что в отличие от большинства вот такого дополнительного образования для взрослых, специалист не является дутой школой. Сейчас объясню, о чем речь. Последние где-то года два довольно много развелось, не буду сейчас называть, школ, которые условно делают следующее. Они берут, ну, довольно много людей сейчас во время пандемии потеряло работу, особенно людей старшего возраста, ну, старше 40 лет. И, собственно, им очень сложно трудоустроиться. И на них просто в целевую бьется реклама из серии, которая звучит примерно так. Получи востребованную профессию программиста, программист в среднем зарабатывает 120 тысяч рублей. Так это? Так, да, даже там зарплата уменьшена. Дальше, следующий посыл в этой рекламе. Мы научим тебя коду за три месяца. Так это? Ну, конечно, какому-то очень примитивному коду можно за три месяца научить. Но вы понимаете, какого уровня будет этот код? У человека в голове курс это напрямую не пишет, но у человека в голове это смешивается. Я за три месяца научусь коду, и я буду дико востребован, и буду зарабатывать 120 тысяч рублей. Он, собственно, идет, учится, тратит деньги довольно большие, там, 60, 80, 90 тысяч, 120 тысяч. Учится этому коду, соответственно, после этого выходит на рынок, и, оказывается, никому абсолютно не нужен. Вот, поэтому одновременно с тем, что рынок так перегрет, если мы зайдем просто на Катхантер, люди, которые там, собственно, не очень понимают во всем этом, они говорят, ну, как же так? Почему вы говорите, что это так дорого и так сложно? Вот мы зашли на Катхантер, мы видим там, я не знаю, 5000 резюме программистов. Это совсем другая история, и поэтому сейчас надо быть очень внимательным, когда вы смотрите, можете ли вы себе позволить, внимание, взять такого человека. Я не говорю, что он плох, я говорю, что уровень его кода очень мал, и, соответственно, примерно еще, ну, как минимум полгода-год надо будет потратить для того, чтобы довести просто хотя бы до уровня нормального джуна. И очень мало из компаний, это, опять же, чаще всего большие компании, кто может себе это позволить, содержать такие учебные базы внутри для того, чтобы и тратить такое количество внутренних ресурсов, чтобы брать человека не серии, вот он сегодня сел, а завтра он начал выдавать код, а вот условно мы полгода его еще готовы. И это надо понимать. Теперь, продолжая тему страшилки, не хочу вас пугать, хочу просто то, чтобы вы понимали сейчас, что будет происходить. Дело в том, что на рынке, на российском рынке труда, снова начинается бум интернет-банков. Это связано с тем, что банки начинают создавать небанковские компании. Это там, начиная от Озона, Вайлберис и заканчивая, там, в банки пойдут еще многие сегменты, там, где есть большое количество пользователей, очень лояльных пользователей, там, где они платят, ну, собственно, компании перестали хотеть это отдавать в какие-то другие руки. Классический пример, еще раз, Яндекс, Озон, Вайлберис и же с ними. Это, эти компании, создание этих интернет-банков потребует огромное количество ресурсов, прежде всего, ну, программистов, продуктов и продактов, digital market. Поэтому это появляется, кроме тех ниш, которые уже постоянно требуют большое количество программистов, у нас появляется еще, вот я сейчас перечислю еще другие, у нас появляется еще несколько ниш с очень большими деньгами, которым нужны программисты, а программистов нет. Так, свободных нет, а, соответственно, перекупка, это очень дорога, очень, ну, потому что их уже купили очень дорого. Кроме такой ниши банков, есть еще несколько ниш, по-прежнему будет очень сильно расти продуктовый ритейл, и все, что строится вокруг него, это сервисы доставки, это, собственно, все сервисы любого кошеринга, то есть они требуют, у них, что называется, под капотом лежит у всех очень большая часть, это, опять же, программисты, системные архитекторы, там, я не знаю, BI и дата, которая дико востребна, опять же, кибербезопасность, поэтому, в общем, откроется еще несколько новых ниш, которые будут перекупать еще большее количество людей, и, собственно, обратят неоткуда. Почему их неоткуда брать? Дело в том, что, несмотря на то, что у нас сейчас, как я говорила, программисты выпускают, ну, не выпускают только ленивые, у нас, на самом деле, такие базовые хорошие вещи, там, типа, Бауманки, МФТИ, ниже с ними приличных институтов, которые прилично учат программистов, туда уже выстроились, опять же, все эти большие гиганты, у которых есть большие деньги, которые делают, ну, там, кафедры, либо спец, даже факультеты, начиная с уровня магистратуры, а теперь пошли уже и в бакалаврия, и, соответственно, они забирают этих программистов, типа, ты учись, но работай уже с нами, некоторое количество часов, некоторое количество времени, собственно, забирают со второго, с третьего, с четвертого курса. То есть люди уже ко второму курсу, все, кто хочет работать и, собственно, вот имеет там что-то близкое к коду, либо кибербезопасности, либо системной архитектуре, они все, собственно, имеют по одному-два предложения про работу, вот, если они даже не работают, то, собственно, это их какое-то желание, а ничего другое, это, собственно, надо понимать. Поэтому канал вузов, я не говорю, что его нет, но он уже полностью обработан, поэтому брать, вот, приток, он существует двух видов. Первый приток, вот это такой квалифицированный к программистам, он забран, и там просто надо уже вторгаться в первый курс буквально, и, собственно, и, возможно, идти уже, как ни странно, и большие гиганты думают о том, что идти в школу уже, начинать отбирать от уровня школы, и, соответственно, там просто биться за каждый кадр, что называется, персонально. А вторая история, с которой, наверное, придется всем научаться работать, и это, собственно, вся история связана вот с такими переученными программистами, но то переученными проектами, переученными продуктами, на это есть большой спрос, большое количество людей этому переучивается. Сейчас другой вопрос, что надо понимать, что чаще всего люди, выходящие из этих курсов, они очень низкого уровня, ну, потому что за три месяца невозможно качественно научиться ходить, вот, и, собственно, это потребует довольно большой адаптации, не смысле просто адаптации людей, а в виде, там, типа, мы его научили, где у нас, сори, туалет, где у нас, там, кулер, где у нас, там, еще какие-то вещи, и как у нас принято отмечать дни рождения, а именно уже такой профессиональной адаптации, то есть фактически доучивание за счет компаний. Все это приводит к следующей вещи, все это приводит к тому, что часть разработки, прежде всего, в части фото, становится дико дорогая. Она становится дорогая не только тем, что ты платишь, она становится еще очень дорогой инфраструктурой, тем, почему ты удерживаешь людей, потому что удержать человека сейчас важнее, срелика нового найти будет реально, собственно, сложно. Поэтому тут такая штука, вопрос удержания программиста, он чрезвычайно важен, вообще, эти специалисты. И тут важный момент, дело в том, что за счет чего сейчас удерживаются эти специалисты, они удерживаются за счет следующего, просто фактора зарплаты давно уже недостаточно, они четко понимают, что если они выходят на рынок, выходят сколько-нибудь вменяемые, они гарантированы получать такие же деньги или, возможно, деньги на 20-30% больше. Поэтому зарплаты уже удержать людей нельзя. Соответственно, чем можно удержать людей? Людей можно удерживать интересными проектами. Что значит? Ну, понятно, что компания не развлекательный актив, она не может делать то, что интересно человеку, она делает то, что нужно компании. Но что на самом деле три фактора, которые удерживают программистов помимо зарплаты? Первое – это адекватный руководитель, который для них является, соответственно, именем, которого они профессионально уважают и который ставит адекватные понятные задачи. Вот почему, несмотря на все деньги, довольно часто бегут люди из банков? Да, по одной простой причине, потому что, собственно, несмотря на все большие деньги, настолько задачи неадекватные, противоречащие друг другу другу и при этом заформализованные, что никаких денег, собственно, в общем не надо, я пойду в другую сторону. Это первое. Второе. Современный стэк. Любой человек, любой программист хочет себе положить, условно, потом выложить на GitHub или, не знаю, там, рассказать на конференции или просто похвастаться за пьем друзьям, актуальным современным стэком, актуальным современным проектом, поэтому актуализация стэка у нас перешла из области чисто технической задачи в задачу, чем брендер для этих людей. И третье, это нормальными условиями работы, я сейчас не про деньги, про деньги я уже все сказала, а это, соответственно, про следующее. Это про то, что неформальный режим работы, то есть не начинаем ровно в 9, нормальное протоколирование кода, но без бюрократии и всех остальных процессов, нормальные какие-то понятные выстроенные процессы и непринуждение к корпоративному общению. Вот очень важно, у нас тут, когда заговорили о том, что программистов у нас и мальти-менеджеров значительно выгоднее удерживать, чем, собственно, черный маркс, у нас HR увлеклись всякими такими, давайте мы будем развлекать там всякие корпоративные футболы, квесты и прочее. Тут надо понимать, что чем человек моложе, тем, как ни странно, новым поколениям это не нужно. Они это воспринимают как вмешательство в свою личную территорию, и поскольку они это воспринимают так, то в результате они скорее от этого убегают. То есть здесь надо очень понимать, что это все скорее в минус, нежели в плюс. Значит, если ты небольшая компания, ты, понятно, не можешь конкурировать, там, я не знаю, там, с Берем, с ВТБ, с Х5 и с прочими-прочими, такими Яндексом, Мэйлом и другими гигантами с точки зрения зарплаты и условий самого офиса, еще каких-то вещей. Это совершенно понятно. Но тебе каким-то образом надо удерживать, за счет чего удерживаются в маленьких компаниях люди. Первое, за счет человеческих отношений. Для этих специалистов это прежде всего две вещи, как я говорила. Первое, это обменяемый интересный руководитель, за которым они идут. И вторая вещь, это современность или интересность проекта. Это современный стейк, это какие-то современные интересные наработки, это прям важно. А третье, это отсутствие формализма, вот какие-то такие нормальные условия. И четвертое, конечно, если вы можете давать доли и опционы, это, конечно, штука, которую программисты удерживают. Ну, любого человека, не программисты, а любого человека очень удерживают, потому что, ну, окей, понятно, что если потом он верит, но тут важно, чтобы человек верил в эту компанию, верил в будущее, верил в ее успех, то тогда, если, собственно, он в нее верит, то дальше он долго не уйдет, потому что совершенно понятно, что он уверен в том, что эта штука, ну, то есть даст в долгосрочке денег много больше, чем любой оклад и любой оклад и бонус. Теперь о тех отраслях, я уже немножко о них начала говорить, о тех отраслях, которые в ближайшее время и есть абсолютная точка, то есть, с одной стороны, они от вас будут оттягивать людей, с другой стороны, для вас, как для этих специалистов, это возможно, если вы смотрите куда-то историю про рост, про еще какие-то вещи, то личные свои, то это для вас точка, собственно, рост. Прежде всего, это новые банки и новые старые банки, то есть появление новых банков, внепрофильных для банков активов, и второе, это текущими богатыми банками наращивание эти структуры для так называемых экосистем. Это основная точка роста. Вторая точка роста, это весь продуктовый ритейл и все, что строится вокруг него, он будет потреблять просто тоже неограниченное количество IT-специалистов. Третье, неважно, в какое направление работаете, в какой отрасли, если вы специалист, то есть любая отрасль, начиная с телекома, интернета, банков, я не знаю, девелопмента, это тоже бесконечный спрос на специалистов по дате и по биай. Вот это прям бесконечный спрос. Четвертая точка роста, это государство, как работодатель, оно научилось вполне себе прилично платить, оно научилось делать большие эти проекты, на виде там каких-нибудь парковок, я не знаю, еще каких-то вот таких вещей, прям хайлодные-хайлодные, и оно потребляет тоже большое количество людей. Я не говорю, что другие отрасли не потребляют, нет, конечно, всем нужно, но вот это вот основные какие-то точки роста, которые будут у вас либо забирать кадры, либо, собственно, вы сами в них будете расти. В среднем, по прогнозу, я, чтобы оставить время на вопросы, последние 10 минут оставлены на вопросы, сейчас расскажу немножко о том, собственно, как будут там уже более постранично расти зарплаты. Если мы берем, то есть я буду говорить процентов, потому что, ну, в абсолютных деньгах это бессмысленная цифра, она очень разная, то есть если мы говорим, что ты кобер с опытом разработки в 3 года и выходишь на рынок, ты опытом разработки от 3 лет в большом серьезном проекте, то выходя на рынок, ты можешь получить прибавку от 20 до 30% к совокупному своему доходу. Если ты диджитал-маркетолог, 20-30%, если ты системный архитектор, 15-20%, если ты специалист по BI, то, соответственно, по BI дате 20-30%, внимание, если ты управленец по дате BI, до 50%. А если ты про кибербезопасность, 20-30%, если ты, там, кого еще не перечислила, вот юзабилити тестинг – это порядка 10-15%, контент-маркетинг – 10-15%. А вот, наверное, продукты и проекты, забыла, извините, продукты где-то, если ты в большом проекте, это 15-20%, проекты 10-15%. Что максимально будет цениться, если вы выходите на рынок? Первое – современный стек. Второе – ну, то есть, это не новое. Я сейчас скажу основные ключевые, потом скажу новое. Это современный стек. Второе – это высокая хайловность проекта. Третье – это, соответственно, если у тебя управленческая должность, количество людей и количество проектов, которыми ты управлял успешностью этих проектов. Последнее время стал очень цениться для продуктов, так называемый бизнес-подход, то есть, такой позиции мини-гендиректора, ты отвечаешь условно за все в проекте, не только за продуктовые фичи, но и за продажи, маркетинг. И все не значит, что ты это делаешь, но у тебя полная ответственность за проект. Собственно, стала цениться такая важная штука, которой раньше не было – кроссплатформенность внутри индустрии. То есть, стали, например, очень цениться, например, если ты, собственно, разработчик, но при этом еще у тебя ты уже побыл продуктом. То есть, так называемый, ты не просто разработчик, а ты еще и можешь вносить изменения не только улучшения в код, но и в субпроекты. Например, BI и плюс условно понимание какой-то индустрии. Я не просто BI, а я хорошо понимаю условно BI телеком. Я продакт и условно при этом у меня очень хорошая аналитика. Я диджитал-маркетолог и при этом у меня BI. Вот такие перекрестные вещи, то есть там это стало вообще очень ценится везде, и это дает большую прибавку, ну такую приличную прибавку либо к зарплате, либо дает второе – конкурентные преимущества при найме. Потому что, собственно, вот самостоятельность, если мы говорим о таких так называемых мягких скиллах, софт-скиллах, то самостоятельность, самодостаточность, что на тебя можно выгрузить кусок задач или всю задачу, и ты дальше не бегаешь, а ты сам берешь на него полную ответственность – это чрезвычайно важная история. И поэтому это, в общем, очень ценится. Коллеги, у меня на самом деле осталось 8 минут, и тут бы я спросила у Ольги, есть ли тут вопросы, потому что мне четко сказали, что, собственно, какое-то время оставить на вопрос. А пока Ольга там смотрит, читает, прежде всего, ну, у меня есть очень приятная часть, которую, собственно, я тоже должна, собственно, сказать, что я хочу, конечно, прежде всего, поблагодарить Microsoft Azure за две вещи. Первое – за… А, вот, значит, ну, не с этой стороны. Значит, смотрите, одна из вещей, которая очень ценится сейчас в IT-специалистах – это вменяемый сертификат. Объясню, о чем я, собственно, говорю. Помните, если в начале своего выступления я говорила о том, что стало очень много такой вот самопального кодинга, самопальных продуктов, которых за три месяца чему-то там как-то научили, выдали какие-то сертификаты, и поэтому, поскольку стало очень одновременно много работодателей, которые только входят в сферу IT, плохо ее понимают, и рекрутеры, которые отбирают, они плохо об этом понимают, то стоимость, ценность, не в смысле стоимость, а ценность проверенного сертификата, она чрезвычайно высока, потому что она позволяет рекрутеру вот условно внутренне понять, что это правда хороший специалист. И вот здесь я очень хочу поблагодарить компанию Microsoft и вот все, что строится вокруг Microsoft и Azure и другие вещи, потому что вот выдача вот сертификатов Microsoft, она в общем, ну, то есть не падает стандарт, и поэтому получать их необходимо, потому что если вы хотите развиваться дальше войти в непрофильные вещи, например, пойти в IT-банк, там условно, там, я не знаю, путь Озона или Вайлберис, там, где рекрутеры не очень умеют это отбирать, то вот ценность этого сертификата позволит вам пройти эти собеседования, ну, в не смысле лучше, но даст вам большие преференции. Поэтому вот те компании, которые в наше время не снижают вот этот порог выдачи сертификата, это прям крутая вещь, и в этом смысле Microsoft, конечно, прекрасная компания. Еще, собственно, перед тем, как перейду к вопросам, ну, я хотела бы призвать вас, что, собственно, читать прям вакансии для и IT, и IT-специалистов, самые крутые, можно у нас в телеграм-канале вакансия Талии Владимировской, шесть вакансий каждый день самых крутых по России, а также вакансии, где вы можете подписаться на бесплатно на рассылку вакансий, мы будем подбирать именно подходящие, лучшие десять вакансий недели и подходящие именно под вас, и, собственно, раз в неделю по понедельникам вам присылать эту рассылку. Мне кажется, что это очень полезно всем. Ну, во-первых, если вы работодатель, вы можете нам присылать эти вакансии, мы их будем размещать, вот, а во-вторых, если вы, собственно, соискатель, даже если вы сейчас не ищете работу, очень полезно узнать две вещи, где, собственно, вакансии вашей мечты, и второе, что вам нужно, дочитывая вот эти вакансии, которые вам подходят и вам интересны, начитывая их, вы начинаете понимать, насколько у вас современные навыки, насколько у вас современные скиллы, и что вам нужно добрать для того, чтобы, собственно, всегда быть конкурентным на этом рынке. Вот, наверное, я все сказала. Ольга, буду рада ответить на вопросы. Спасибо огромное. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Первый вопрос от Юрия. Есть ли перспективы трудоустройства в штат IT-компании джуниор-тестировщиком или джуниор-дата-инженер без опыта работы сразу после курсов, если человеку 55 лет или, возможно, только фриланс и удаленная работа? Практически нет. Значит, давайте не путать, что трудоустройство штат-компании это сейчас вполне может быть и удаленная работа, потому что, например, Mail вообще не вывел ни одного сотрудника в офис и до конца года не будет выводить. Яндекс вывел 20, по-моему, процентов или 30, не помню, ну, какая-то такая цифра. То есть удаленная работа это сейчас довольно штатная работа. Но если вы специалист без опыта работы 50 лет, у вас только курсы, то на самом деле, вероятнее всего, в крупную компанию вас не возьмут. Вам надо начинать либо набирать фрилансовые работы, либо пытаться попасть в очень небольшую там студию или очень небольшую компанию, та, которая испытывает максимальный дефицит рабочей силы, дальше уже набираться опыта и дальше перепрыгивать в большие компании. Но при этом надо понимать, давайте называть вещи своими именами, все равно и жизнь существует, а в IT-сфере он сильнее, чем во многих других сферах, потому что большинство руководителей там очень молодые, там 30-35 лет, а потому что сама отрасль всего, господи, 20 лет. Поэтому, соответственно, перейти в большую компанию будет очень сложно. Спасибо за ответ. Следующий вопрос слушателя. Нет ли будущего за созданием веб-издательств с сотнями мультимедийных интерактивных онлайн-курсов по IT с искусственным интеллектом, по материалам? Я не отвечу, Ольга, честно скажу. Я рекрутер, я не про бизнес, то есть я не могу оценить идеи бизнеса. Это будет очень неправильно с моей стороны. Я не отвечу просто на этот вопрос. Это вне зоны моей компетенции. Хорошо. И еще один вопрос. Сегодня мы говорили много о диджитал-трансформации. Какая ситуация на рынке с СДО и с ДТО? Какой спрос и предложение? Значит, смотрите, традиционно об этом очень много говорят. Это такой, это миф, знаете, это как русалки. О них много говорят, но, в общем, мало кто видел, а кто видел, тот не выживал. А очень много говорят. А с ДТО очень много говорят об этой потребности. В реальной вакансии, реально, то есть периодически открываются вакансии, в реальной вакансии очень мало. Объясню, почему. Дело в том, что большинство компаний серьезно в глубину цифровых изменений не хочет, более того, боится. Это навязанная сверху история, и поэтому внутрь процессов их не пускают. А СДО, которое не может влиять внутри на процессы, у его должность, ну, собственно, она расстреляет. То есть человек работает год и уходит. Поэтому позиции, они существуют, реальных успешных кейсов очень мало. Это связано с тем, что чаще всего собственники, акционеры компании декларируют то, что да, мы цифровые, мы меняемся. В реале этих изменений нет или они очень малы. И пока на рынке не будет успешных, реально успешных кейсов, не отпиаренных кейсов, а пока рынок не увидит, вот что это правда приносит деньги, серьезные деньги, таких кейсов будет очень мало. И скорее СДО берут на две вещи либо забавы, либо на вторую вещь. Ну, типа, нам сказали, что должны быть цифровые, у всех есть, и у нас тоже есть. Поэтому вакансии есть, но в основном, я говорю, люди работают по году, по полтора, и вылетают с этих работ и ищут снова. И пока мы не видим никакого роста рынка, но видим вокруг огромный хайп. Алена, спасибо огромное за ответы. У нас еще есть к вам вопрос слушатели просят ваши e-mail или то, о чем вы сегодня говорили. Смотрите, вот что я хотела сказать в конце. Значит, я знаю, что большое количество вопросов по карьере, ссори за такую шутку, но она абсолютно честная, они интимнее, чем вопросы про секс. Потому что, собственно, любой вопрос про карьеру это вопрос про вас лично. И это вряд ли кто-то выносит публично. Мало кто большого мужества стоит. И не всегда нужно. Поэтому, первое, у меня есть сайт Владимирская.ком. Это очень просто, просто Владимирская.ком. На нем есть функционал. Задать мне любой вопрос о карьере. Внимание, этот вопрос никто не увидит. Он уйдет мне на почту. Ну, точнее, в СРМ-ку мне уйдет, чтобы просто не потерялась. И я в течение трех-четырех рабочих дней, потому что вопросов очень много, я в течение трех-четырех дней гарантированно вам отмечу, ответ придет на почту. Туда же можно присылать и вакансии. Вот. Мы, собственно, их в ответ разместим. Также, куда можно присылать вакансии, есть шапки на телеграм-канал и вакансии от Алены Владимирской. В общем, все вопросы на владимирская.ком. Почему не на почту, объясню. Дело в том, что, ну, вы же айтишники, вы же понимаете, соответственно, когда они идут через сайт, они уходят в СРМ-ку, вижу, что я ответила, что я не ответила. В день у меня в почте примерно 800 всяких писем. Люди шлют резюме, вакансии, задают вопросы и прочее. И, соответственно, там я точно могу что-то не увидеть, не заметить, не ответить вам. А если вы пишете вот через сайт, я отвечу точно. Поэтому владимирская.ком. Алена, спасибо большое. Вопросов у нас больше нет. Ну, тогда удачной всем карьеры. Хорошего дня. Счастливо. Счастливо.